Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книга Иеремии и для библейского портала Экзегет я читаю перевод Луки Маневича, он был сделан для Российского библейского общества. В то время, говорит Господь, а в какое время? Вот глава начинается. Конечно, она связана с седьмой главой. И все время он говорит о бедствиях. Вот что же это за время? Почему он не дает даты? Почему он не называет, как книги Ионы, например, если еще 40 дней Неневия будет разрушена, никакого конкретного срока? Может быть, потому что нет никакой определенности, потому что все сроки в конечном итоге зависят от людей, зависят от того, что происходит с ними. И нет нужды об этом так говорить. В то время, говорит Господь, когда оно настанет, зависит от вас. «Выбросят из могил кости царей Иудеи и кости вельмож, кости священников и пророков, кости жителей Иерусалима. Разметают их под солнцем и луною, под всем небесным воинством, которое они любили, которому служили. Ему они поклонялись, его вопрошали, пред ним простирали сниц. И не будут эти кости собраны, погребены не будут, как навоз, они останутся лежать на земле. А зачем мертвых наказывать, тем более их тела истлевшие? Да ведь это не про наказание, это про нашествие, которое погубит Иерусалим и Иудею. И, соответственно, все, что останется, оно просто перестанет быть на своих местах, в том числе и кости. И есть такая очень мощная ирония в том, что люди, которые при жизни поклонялись луне, солнцу, звездам, собственно, небесное воинство, это светило небесное в буквальном понимании, да, вот они окажутся разбросанными под этим самым небом, перед этим небесным воинством, будут лежать на земле. То есть это то, что не помогает. И это, конечно, говорится для живых, для тех, кто еще может изменить свое поведение. А тем, кто выжил, остатку этого племени злого, смерть будет в желании жизни. Так будет всюду, где они уцелеют, куда бы я ни изгнала, говорит Господь воинство. И дальше про покаяние. И скажи им, так говорит Господь, если упал человек, разве не пытается он подняться? Если сбился с пути, разве не повернет обратно? Почему же народ себе блуждает? Почему Иерусалим блуждает вечно? То есть, да, падение возможно, но можно же и подняться. За ложь они ухватились, раскаяния отвергли. Я внимал и слушал, но правды они не говорили. Не каялся никто в злодействии, не говорил, что же я сделал. Всяк бежит по своей дороге, словно конь, чтобы по полюбоя мчиться. Даже аист в небе свое время знает. Голубь, ласточка и журавль в свой срок прилетают. А народ мой не знает законов Господних. Перелетные птицы вовремя каким-то образом начинают свое движение. Осенью улетают на юг, весной возвращаются. И народ мог бы вернуться. Уж если птичка маленькая это понимает, как люди не понимают. Что же вы говорите? Мы мудры, закон Господний с нами. Пишет ложь, лживая пирог книжников. Мудрецы позором покрыты в ужасе, они попались в ловушку. Слово Господне они отвергли. И в чем же их мудрость? Потому их жен я отдам другим, их поля иным владельцам. Ведь они от мала до велика лишь наживы жаждут. От пророка до священника все творят неправду. Вновь и вновь он напоминает пророка и священника в первых рядах, или даже единственных вот таких особых людей, которые извращают правду, потому что они хранители этой правды. Они должны нести ее народу. Но если даже они, то тогда кто? Разве они излечат раны моего народа? Пустословят они мир, мир, но нет мира. Это повторы с того, что уже было. Поступают они постыдно, мерзости совершают, но не думают они стыдиться, смущения не знают. Потому падут среди павших, час расплаты повержены будут, говорит Господь. «Урожаев я уничтожу, говорит Господь, не останется на лозе винограда, на ковнице не будет смоквы, увянут листья, все, что я дал им, пойдет у них прахом». Ну и вот такие очень понятные для земледельца слова, когда урожай, надеешься на него, ждешь его, там зреют виноградины, там смоквы, инжиры мы их чаще называем, хотя есть наше славянское слово смоквы, мы думаем, вот да, 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 вот сейчас они поспеют, а вдруг там, я не знаю, проносится смерч, или приходит какой-нибудь завоеватель, все это обрывает, вытаптывает, ничего нет вообще. И вот, собственно, это постоянный образ. Почему? Потому что израильский народ, это, как Исаия об этом подробно говорил, это виноградник Господа, и если он не приносит плода, то и сам без плода останется. И дальше такой диалог, вот он отвечает как бы за этих людей, что же мы медлим? Пойдем, соберемся в городах укрепленных, и там покоя тыщим, надежды на крепкие стены, на воинство, на какую-то вот оборону. Господь, Бог наш, судил нам погибнуть, напоил нас водой ядовитой, ведь пред Господом мы грешили. На мир мы надеялись, но нет блага, исцеления ждали, но пришел ужас. Слышится из Дана жеребцов хрипенье, отражание коней, земля содрогнулась, идут они, пожирают земли, и все, что на ней есть, города и живущих там. Вот это уже нашествие войска, с севера приходили, от Дана как раз, Дан это самый северный город Израиля, и ассирийцы, и вавилоняне, и вот кони, которые пожирают траву, но одновременно и войско, которое пожирает землю, то есть захватывает города, села, разрушает их, уничтожает. «Я на вас посылаю змеи ядовитых, нет от них заклинаний, и вас они будут жалить, говорит Господь». Череда образов, жеребцы, на которых скачут завоеватели, или змеи ядовитые, совсем другой образ, они ползут, они неприметны, но они жалят, зато смертельно. Вот бедствие он описывает по-разному, и пытается достучаться до этих людей. «Горе мое неутешно, сердце мое изнывает, слышен зов моего народа, слышен зов моего народа из страны далекой, неужели Господа нет на Сионе, неужели царя там нет? Для чего они меня гневили идолами своими, щитой чужеземной?» «Щитой чужеземной», то есть тем, что не является божеством, а во что верят чужеземцы, чему поклоняются. И Иеремий здесь уже с Господом беседует, вот у него такой разговор, в котором он то обращается к народу, то к Богу, и Богу он жалуется на то, как тяжелая ему эта миссия. А Бог ему объясняет, да нет, вот все правильно ты делаешь, это нужно. «Жатва прошла, кончилось ли это, но не пришло к нам спасение? От ран моего народа я страдаю, объял меня мрак, охватил ужас. Разве нет бальзама в Галааде? Неужели врача там не осталось?» Галаад область за Иорданом, и галаадский бальзам был каким-то знаменитым. Бальзам – это некоторая такая мазь, которая исцеляет раны. Мы не знаем, из чего этот бальзам делался, но галаадский бальзам – такое вот обычное выражение для чего-то исцеляющего раны. «Почему же не наступает исцеление моего народа?» Где это исцеление? Как его найти? Вот то, от чего Иеремия страдает и мучается, он одновременно обличает народ и одновременно жалуется Богу на то, как ему самому невыносимо это обличение, потому что он любит этот народ, потому что он его часть. И 9 глава будет очень подробно об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok